друзья я снова рада всех приветствовать меня зовут не на и сегодня наше гадание это предсказание на октябрь посмотрим каких событий ожидать вам в предстоящем месяце возможно будут какие-то предупреждение для вас все будем смотреть и так если для вас интересно актуально эта тема принимайте удобное положение и будем настраиваться на гадание старайтесь максимально расслабиться успокоиться можете подумать о себе своей жизни о том что вас волнует но я советую в таких гаданиях вообще ни о чем не думать постарайтесь просто расслабиться и довериться картам они покажут и все что вас волнует и все что ждет в будущем так для начала давайте посмотрим что на данный момент у вас в жизни происходит чтобы вы могли понимать ваш ли это расклад ваш ли сегодня расклад карта якорь причем карта якорь у нас вишневые сумерки здесь есть что-то тянущиеся из прошлого сейчас есть какая-то ситуация в вашей жизни которую вы возможно думаете либо отпустить дала здесь может быть такое либо вам отпустить до двинуться уже дальше без вот этого вот всего но либо вы еще все-таки надеетесь да надеетесь на то что что-то в вашей жизни может измениться как-то где-то карта дороги да она говорит о том что у вас принципе открыт путь смотрите пусть дорога одна широкая длинная широкая дорога для вас уже открыта она ясна но здесь вот как маленькая тропиночка к ней присоединяется такое ощущение что вот эта маленькая тропиночка это какие-то закравшиеся сомнения о том в правильности какого-то возможно своего выбора либо правильности сделанного какого-то решения и причем как я говорил по карте якорь здесь уже что-то давно тянется вы никак не можете выйти либо это какие-то отношения с которыми вы уже давно хотели бы вот как-то разойтись развязаться с человеком здесь это может быть как и в плане личной жизни так и вообще в отношении общение с каким-то человеком когда знаете вот как чемодан без ручки что то тянем на себе но это настолько уже трудно хочется бросить оставить но и где-то вот что-то как-то вот да вот не дает это сделать потому что ну либо есть какие-то еще надежды ожидания что этот чемодан в конце концов станет вашим счастьем во вторых здесь ну может быть просто вы не можете действительно по каким-то обстоятельствам причинам даже не зависящим от вас вот это все оставить и оно может знаете как тянуться с вами из вашего прошлого и затормаживать вот этот ваш путь в будущее хотя у вас достаточно светлый путь в будущее дорога широкая ясная и чистая ну и также вот карты крысы говорят об трудностях о проблемах причем вот эти крысы это именно действительно люди из прошлого и вот сейчас даже если мы посмотрим вот на эти карты и крысы мы смотрим на будущее на октябрь месяц и возможно вот эти крысы они остаются уже в вашем прошлом здесь люди которые мешают они как знаете как уходят туда они больше не будут попадаться на вашем пути они больше не будут закрывать застилать ваши жизненные дороги вот эту вашу дорогу судьбы здесь смотрите карта гадалка первых это карта счастливая потому что она может даже означать и вас это может быть даже карта вашего сигнификатора знаете вы как справляетесь со всеми вот этими трудностями которые были у вас прошлом также эта карта может говорить о какой-то женщине возможно которой вы можете обратиться за советом действительно может быть гадалка это может быть таролог это может быть психолог это может быть какой-то ваш учитель который поможет вам разобраться с этой ситуацией выйти из этой ситуации оставить ее наконец в прошлом но и также эта карта гадалка это может быть именно вы потому что ответы уже есть у вас просто нужно их почувствовать уметь их вытянуть из своего внутреннего до мира и возможно здесь даже в помощь вам ваша интуиция ваши сны если вы верите в приметы то здесь также может быть подсказка обращать внимание на приметы вот здесь как сама судьба выведет вас из этой ситуации потому что вам уже пора из нее выбраться смотрите дороги открытые вам уже пора но возможно есть люди которые вот как предательски тянут вас назад знаете вот здесь даже может быть родные и близкие люди да которые может быть даже любя вас могут причинять вам вот это вот закрывать ваш путь даже вот наша мама ваш отец который желает вам же добра навязывать свою точку зрения может быть помехой на пути вашего развития да на пути вашего дальнейшего следования здесь знаете вот эта закрывающая карта говорит о том что вы сумеете себя отстоять в какой-то сложной ситуации может быть в борьбе с какими-то людьми которые пытаются вам либо навредить либо как я говорю это могут быть даже ваши родственники которые желают вам добра и этим самым пытаются вам как ну навредить даже знаете по собственному неведению они ведь не видят вашу судьбу но они считают что вам будет так лучше и вот здесь как вы сможете отстоять себя вы сможете доказать что именно этот путь для вас важен и главный что именно этот путь ваш да либо это отношение с конкретным человеком когда ваши родственники вы могут не принимать вы сможете отстоять вот свое мнение либо же это по поводу вашего например будущей профессии либо где вы работаете ну либо же может быть какие-то ваши вложения вас родные как пытаются назад здесь карты говорят здесь слушайте себя ваше решение правильное смотрите ваша дорога она правильная именно ваше мнение здесь даже вот эти карты говорят не слушать советчика вы сейчас самый главный для себя советчик выбирайте ту дорогу которой вы хотите идти а вот эти сомнения которые вот вам другие говорят что ты так пойдешь ошибешься все потеряешь свете это маленькая вот эта вот ниточка которая мешает вам действительно сделать этот выбор в направлении к своему счастью вот здесь идет такая информация ну и ну и давайте посмотрим что же все таки в будущем вас ожидает что ожидать в предстоящем месяце что ожидает какие события в течение следующего месяца ну вот здесь знаете какие-то новости опять же из прошлого какие-то новости из прошлого которые внесут абсолютнейшую ясность да в вашем дальнейшем будущем вот здесь ну смотрите два всадника как две новости одна новость новость прошлая из прошлого другая смотрите всадник лиловые сумерки я бы сказала это что-то в вашем будущем еще идет и и в то же время карты слова да это все таки карты мудрости с одной стороны это карты знаний карты каких-то вести также но и карты вашей мудрости здесь есть какая-то ситуация из прошлого которая сделала вас мудрее либо которая сделает вас в будущем мудрее смотрите здесь мне идет такое такая информация здесь ситуация может касаться как личной жизни да как отношений с конкретным каким-то человеком но также и другой любой какой-то сферы вашей рабочей какой-то ситуации из вашей жизни которая уже возможно встречалась когда-то но вы как знаете как совершили ошибку и возможно потеряли упустили какой-то шанс и сейчас можете даже уже не верить в то что же жизнь либо судьба вам предоставит вновь такой же шанс да вот вы можете считать что да вы упустили тогда потому что что-то не сделали либо наоборот что-то сделали и как-то вот упустили это вот здесь вот эта ситуация из прошлого действительно для вас опыт и карта говорит о том что вы обязательно получите еще один такой же шанс но уже сможете им воспользоваться так как все таки у вас уже был опыт вот здесь идет такая информация здесь это также может касаться и личных отношений да во первых когда в вашу жизнь придет новый человек и вы будете строить отношения уже опираясь на свой опыт из прошлого и эти отношения уже будут совершенно другими ну а во вторых возможно если вы ожидаете конкретного человека из своего прошлого то также он может появиться на пороге но уже учитывая опыт до ошибки опыта когда вы строили эти отношения в прошлом вы эти отношения построите совершенно по-другому и если даже явится человек из прошлого здесь уже совершенно новое и другое развитие ваших отношений может быть здесь у каждого по-своему да так как все таки у нас расклад общий кто-то возможно ожидать именно нового человека в свою жизнь для кого-то же это возвращение старого но уже построение отношений исходя из прошлого опыта также это может быть касаться не только личных отношений но я также говорю и общение какого-то конкретного человека да может быть с вашего начальника между вами начальником либо на вами вашим другом вашей подругой но также это может касаться и работы да может быть поиска даже работы шансы устроиться на хорошую работу когда вы возможно когда-то упустили уже этот шанс продвижение вас по карьерной лестнице вот здесь вы как воспользуетесь своим ошибочным прошлым опытом и в будущем уже не совершив эти ошибки пойдете новым путем и вернете то что возможно уже было утрачено и то чего все таки хотели добиться вот здесь такое ощущение давайте еще посмотрим что ждет вас в будущем какая информация еще придет что ожидает вас в будущем что в предстоящем месяце вам ожидается карта рыбы это карта наполненность эмоциональной карта рыбы это финансовое благополучие материальное благополучие ну и здесь видите здесь какой-то прям союз идет смотрите что нам карты говорят здесь карта медведь да она именно вишневые сумерки так она может говорить действительно об отношениях с каким-то человеком и здесь вам карты говорят что какие-то свои отношения прошлые отношения вы выметаете из своей жизни вот эти карты даже чем-то похожи немножко на предыдущий ряд карт говоря о том что если в ваших отношениях был какой-то абьюз если в ваших отношениях вас не ценили вас обесценивали ваш вклад в отношения обесценивали здесь может быть как личные отношения здесь так и рабочие вообще общение с родственниками общение с друзьями просто общение с коллегами может быть вот здесь как вы пересматриваете вот это свое общение и либо вы метаете людей которые не ценили обесценивали вас из своей жизни либо же совершенно по-другому относитесь к себе уже в этих отношениях если раньше вы могли обесценивать себя в этих отношениях да вот как-то вестись на вот эти манипуляции человека который ну мог действительно манипулировать вашими чувствами принимать вашу любовь ваше хорошее отношение к нему за вашу же слабость и пытаться вас принизить еще этим же то вы знаете как начинаете себя ценить в общении вот с такими людьми и благодаря этому ваши же отношения с этими людьми могут перейти на совершенно другой уровень который уже будет устраивать вас знаете это как вас эмоционально наполнит это ваше поведение это абсолютно правильное поведение когда вы начинаете себя ценить здесь либо человек также начинает вас ценить уважать и принимать такой же ну либо же вы распрощаете с этим человеком вот так здесь говорят карты и в то же время как только вы распрощаетесь вот с этим отношением до приходит абсолютно новые отношения либо от этого человека совершенно новое отношение к вам карта кольцо причем кольцо у нас лиловые сумерки это какой-то партнерский союз какое-то предложение для вас очень нужное важное эмоционально наполняющая вас карты рыбы как я говорю это эмоциональное наполнение это радость и и вот на смену таким отношением такому общению приходит совершенно новое совершенно другое радостное для вас общение но либо же как я уже говорила вы просто выметаете этого человека из своей жизни и на смену вы не будете одиноки да вы здесь не будет знаете пустоты когда вымел и пустота а на смену сразу же приходит что-то новое какой-то новый союз какое-то новое предложение здесь я повторюсь расклад общего каждого может быть своя ситуация интуитивно примеряйте мои слова на свою ситуацию возможно это даже не касается отношений конкретным человеком может быть это касается именно вашей работы ваших дел какой-то ситуации в вашей жизни да когда вы совершенно по-новому подходите к этой ситуации и в вашей жизни резко все меняется вот этот ваш новый подход абсолютно правильно говорят карты вы на правильном пути вы на пути к своему счастью к радости и если даже вы боитесь что-то оставить потому что считается что останетесь одна например либо не найдете чего-то лучше вас смотрите карты говорят что на замену придет гораздо лучше чем то что есть ну вот здесь еще такая информация давайте посмотрим еще о чем скажут карты о чем еще нам расскажут карты по вашему будущему ну здесь какие-то прям глобальные перемены очень сильные серьезные перемены во вторых карта корабль может говорить либо о возвращении какого-то конкретного человека вам по сердцу это может быть и родственник это может быть родной человек это может быть любимый человек да именно личных отношений может оказаться но либо же в вашу жизнь приходят какие-то изменения смотрите какие замечательные карты глобальные грандиозные перемены идут прям уже в этом месяце скорее всего прям перемены по сердцу и перемены по карте или и знаете вот как судьбоносные такие когда высшие силы вам покровительствует здесь значит как награда за все ваши страдания потому что карты которые выпали на ваше сегодняшнее состояние стаки немножко тяжелые да вот что-то гложет сейчас вас карты говорит что вы идете в прям какое-то безоблачное будущее счастье прям абсолютное счастье карты сердце причем это смотрите виловые сумерки прям музыка мелодия когда душа поет даже изображение карты посмотрите душа легко цветы радость счастье музыка романтическое настроение вот здесь вас ожидает прям какие-то такие приятные перемены вот это вот все тяжесть какая-то на душе она вся уходит и меняется абсолютным счастьем гармонии радостью и знаете все таки карта развивка может говорить о том что еще в будущем еще может предстоять какой-то выбор если ваш вопрос касается личной жизни возможно это выбор между двумя партнерами если эта работа возможно между двумя работами карьера возможно между двумя вот местами по службе либо же это может быть переезд да здесь также у вас может быть какой-то выбор ну может быть как выбрать квартиру какую если вы переезжаете с места на место либо это переезжаете с города также будете искать вот как выбор даже будет не то что вы четко конкретно знаете но но знаете этот выбор не то что тяжелый выбор а выбор для вас радостный вот одно место хорошее другое еще лучше. Вот здесь прям такой выбор идёт. Смотрите, какой радостный по сердцу. Вы выбираете абсолютно… Это совершенно не тот выбор, который ставит в тупик. Посмотрите, какие карты. Открытие всех дорог. Ну, либо же здесь выбор, который один вам по сердцу, например, как сменить работу, которая вам не нравится. Либо сменить партнёра, который вам не нравится, на то, что по душе и по сердцу. Здесь вот именно такой выбор, когда мы меняем то, что не нравится, на то, что нравится. Это может быть и работа, и переезд, и личная жизнь не может касаться. Ну и также общение просто с людьми, когда мы общаться начинаем именно с теми людьми, которые по душе и по сердцу. Бывает такое, что мы вынуждены общаться с теми людьми, которые на нас давят, которые вытягивают энергию, с которыми мы не хотим общаться. Вот здесь у вас, даже если это по работе выбор, когда вы с коллегами общаетесь, наконец приходит тот выбор, когда вы выбираете то, что вам нравится. Вот здесь такой выбор. Ну и карта-корабль, как я уже говорила, это глобальные перемены. Я не скажу, что это мгновенно быстро врывается в вашу жизнь, когда по метле, по косе или ещё. Это будет постепенно. Возможно, это даже то, к чему вы сейчас готовитесь, к чему вы идёте очень долго. Может быть, даже не верите в то, что это всё разрешится. Но вот карта-корабль говорит о том, что постепенно начнёт меняться ваша жизнь. И первые вот уже такие кирпичики к этому грандиозному, к этим грандиозным переменам, возможно, да, вы уже будете закладывать в этом месяце, в октябре. А для кого-то, возможно, уже даже, вы уже заложили, да, эти кирпичики. И сейчас просто идёт тот момент, когда начнёт этот сдвиг в ваше счастливое будущее. Ну, вот здесь такая информация. Давайте ещё посмотрим, что ещё вам ожидать в будущем. Чего ещё вам ожидать в будущем? Какую ещё информацию нам покажут карты? Чего ещё вам ожидать в ближайшем будущем? Ну, смотрите, подтверждается. Подтверждаются мои слова двойной картой корабль. Открываются, знаете, какие-то тайны открываются, какая-то неизвестность, какая-то информация. Вот тут карта-ключ. Ну, знаете, здесь, возможно, действительно какой-то человек в вашей жизни может появиться, либо уже появился, который вам откроет глаза на какие-то закрытые, тёмные стороны в вашей жизни. Здесь, действительно, либо есть люди, которые вам застилают этот путь. Да, вот смотрите, карта Луна, причём это карта Луна Вишнёвые Сумерки, когда полнейшая тьма, когда вы находитесь в каком-то полнейшем неведении. И здесь, смотрите, по карте ключ и собака вы из этого неведения выходите, из этой черноты, из этой темноты. Вы знаете, здесь даже могут, действительно, люди, которые, ну, знаете, как сглаз на вас, вот кто-то завидует вам, кто-то хочет занять ваше место, кто-то считает, что вы прям расцветаете и что вы незаслуженно счастливы в этой жизни, да, несмотря на то, что у вас внутри в душе всё тяжело, но вы, возможно, такой человек, который не показывает, да, насколько вам тяжело. Вы всегда стараетесь быть жизнерадостным, всегда можете показывать какое-то счастье окружающим. И люди, да, могут считать, что вы на самом деле счастливый человек и могут завидовать вам, не видя того, что у вас внутри, да, как вы достигаете вот этого счастья своего, какими путями, насколько сложно вам всё даётся в жизни. И вот эта вот зависть, как сглаз даже, может лежать на вас и как закрывать эти пути, да, кто-то действительно мог вам в прямом смысле желать плохого. Но здесь, как я говорю, либо появляется человек в вашей жизни, особенно если это касается личной жизни, то у вас появится любимый человек, либо возвращение любимого человека по карте «Корабль», либо новый любимый человек в вашей жизни, когда вот эти вот посылы негативные, людей негативно настроенных к вам просто вас не будут касаться. Вы будете настолько счастливы с этим человеком, вы будете смотреться, какое счастье вы идёте, в какое счастье. А когда человек счастлив, да, искренне, по-настоящему счастлив, он не то что показывает, вот оделся красиво, накрасился и пошёл, а внутри кошки скребут. А вы именно счастливы внутри. Вот тогда никакой сглаз на такого человека не действует. И здесь ещё карты могут вам говорить, даже если вы не имеете рядом с собой такого человека, который вас наполняет, не имеете любви, либо если это карьера ваша наполнения, вы пока ещё этого не умеете, постарайтесь внутренне ощущать вот эту гармонию и счастье. И тогда все нападки, все сглазы вам будут нипочём. Но в будущем вы всё равно будете счастливы. Обязательно. Вот карты говорят, что вы достигнете той мечты, к которой вы стремитесь. Вот эти карты, я уже говорила. И вот эти карты также об этом говорят, что вы обязательно достигаете своей мечты. Карта-ключ. Вы найдёте решение всех своих вопросов, всех своих сложных задач. Возможно, с неба по карте лилии вам будут посланы эти подсказки. Возможно, вы обратитесь к профессионалу, к человеку, который вам поможет. Это может быть психолог, мастер каких-то практик. Это может быть таролог. Это даже может быть ваш друг, искренний друг, которому вы доверяете. Возможно, такой друг появится в будущем, который поможет вам. Вот все эти тайны вытянутся. Вся эта темнота уйдёт. И, возможно, даже вот по этим картам, вы в своём окружении, среди людей, которые пытаются прикидываться вашим другом, вычислите тех людей, которые действительно строят козни, которые могут распускать слухи, которые в глаза вам улыбаются, а за спиной плетут интриги. Возможно, даже именно такого человека вы сможете в ближайшее время вычислить из своего окружения и выместить его из своей жизни. И это будет дальнейшим вашим путём, знаете, вот ключом к вашему успеху. Но здесь однозначно, смотрите, карта «Собака и ключ» говорит о том, что всё плохое, все тайны, все загадки из вашей жизни уйдут. И идут действительно глобальные перемены к счастью. Ну и давайте ещё один слой информации. Давайте ещё один слой информации. Посмотрим, что же вас ещё может ожидать в ближайшем месяце. Что ещё вас может ожидать в ближайшем месяце? Ну, смотрите, какие замечательные карты. Письмо от любимого человека, новость от любимого человека, аист, мужчина, ключ и письмо. Ну, прям замечательная карта, особенно если действительно вас волнуют личные отношения с каким-то конкретным человеком. Это разрешение сложностей в отношениях, это возвращение любимого, это переход отношений на новый счастливый уровень. Да, для многих карта аист, мужчина, это ключ и письмо, это может быть предложение от любимого человека перевести ваши отношения на более глубокий уровень. Для кого-то даже, может быть, заключение брака, здесь у нас и кольцо выпадало, может быть, даже и такое предложение для вас поступит. Здесь обязательно придёт письмо, либо новость, либо сообщение, что-то от любимого человека, от которого вы ожидаете. Однозначно. Для тех, у кого нет любимого человека, для тех, кто не ждёт никого, возможно, из прошлого, и вообще нет мужчины на горизонте, эта карта говорит, что ключ к вашему счастью это появление нового человека в вашей жизни. И, возможно, как-то по переписке вы с ним можете познакомиться. Ну, либо же карта письмо, может быть, даже на почте, может быть, в каком-то офисе деловато, карта письмо — это ещё бумаги, какие-то вот деловые документы, может быть, будете оформлять. Ну и также, если всё-таки этот вопрос не касается личной жизни, то здесь однозначно вас ожидает успех. Заключение договоров, подписание контрактов. Если вопросы касались документы, разрешение вопросов с документами. И вообще расклад сегодня очень благоприятный для смены работы, для переездов, даже для смены партнёров. Здесь даже это может быть благоприятно. Здесь вот именно смена идёт. Либо смена, знаете, одного этапа вашей жизни на другой, потому что две карты корабля — это действительно грандиозные перемены, и карта аист — это также перемена. Но здесь однозначно перемены счастливые и радостные, перемены по душе, по сердцу, перемены, которые принесут много прекрасных эмоций. Вот весь расклад он к этому сегодня подводил. Поэтому здесь месяц, который предвещает вам много радости, много счастья. Единственное, конечно, меньше делитесь этим счастьем с незнакомыми людьми, либо с людьми, которые… Вот вы чувствуете, что от них исходит негатив, потому что крысы, вот эта вот карта Луна может говорить о том, что есть люди, которые желают всё-таки вам недоброго, и которые, я бы сказала, именно из-за своей зависти. Просто зависть есть у людей к вам. Вы можете сказать, чему мне завидовать, но вот я по этим картам вижу, что есть. Есть люди, которые завидуют. Поэтому, знаете, если вы счастливы, делитесь этим только с родными, с близкими, в ком вы уверены на 100%. А общаться и рассказывать о своих радостях, ну, может быть, с малознакомыми людьми, или если вы чувствуете, вот от людей какой-то негатив исходит, лучше с ними не делитесь, будьте с ними нейтральны. Вот я бы сказала так. Здесь может быть такое предупреждение. Но вообще, месяц обещает быть довольно-таки успешным и плодотворным, чего бы ни касалось, какой бы сферы жизни ни касался ваш вопрос. Ну, и давайте еще все-таки посмотрим на Оракуле. Советы на каждый день от Ангелов. Вот от Оракул. Мы с вами посмотрим, какой совет вам дадут Ангелы. Ну, либо же, может быть, это все-таки не совет, а также пророчество на месяц Октябрь. Итак, что скажут нам еще Ангелы по ближайшему месяцу для вас? Что скажут Ангелы? Отступи и отпусти. Измени направление. Слушайте, ну, карты дублируют, дублируют прям расклад. Опять же, говорят о изменениях. Смотрите, о глобальных переменах. Перемены, которые происходят в твоей жизни, не спосланы тебе проведением в ответ на твое желание открыть сердце нашей любви и покровительству. Мы охраняем тебя сейчас и будем оберегать предь. Поэтому без страха следуй к своей цели. Ну, слушайте, вот прям то, что я вам и говорила по карте Лилии, что сейчас вот период месяц идет, когда вас оберегают высшие силы. Смотрите, прям дублируют карты. Я при вас тянула и прям дословно прочитала то же, что я вам говорила буквально вот несколько минут назад. Сейчас действительно вас оберегают высшие силы и они будут вести вас правильным путем. Действительно у вас будет возможность что-то поменять в этой жизни прямо в этом месяце. Ну, либо, как я говорю, первые кирпичики однозначно будут заложены. Вот отпусти и отступи. Мы окутаем тебя нашей любовью. Распахни объятия и отпусти проблемы, которые крепко держишь в руке. «Раскрой ладони и разведи широко руки, словно для полёта. Открой своё сердце для нашей любви и заботы». И ещё одна карта, дублирующая сегодняшний расклад. Вот помните, я вам говорила, что есть что-то, что тянется из прошлого, когда вы боитесь сделать какой-то шаг, боясь сделать ошибку, когда вам советчики могут какие-то советовать, говорить, что ты делаешь неправильный шаг. Эти карты говорят довериться судьбе. Отпусти, отступи. Доверьтесь судьбе. Доверьтесь высшим силам. Сегодня в раскладе карты говорят, вот послушайте, что говорит ваше сердце. Обратите внимание на подсказки свыше. Возможно, сны вам какие-то снятся. Чего хочет ваше сердце? Идите к своей цели, идите к своей мечте. А высшие силы сделают так, что вы достигнете. Вот так говорят карты. Достигнете своих целей и желаний. Ну и еще одна карта отношения, которая также может дублировать, точнее дублирует этот расклад. Важнее всего твои отношения с самим собой и с Богом. А все остальное проистекает из них. Чтобы оздоровить или сбалансировать связь с другими, стань ближе к Богу. Так ты ощутишь безопасность и покой. И твои отношения с людьми преобразятся. Эта карта говорит о том, что отношения ваши обязательно наладятся. Особенно если у вас есть люди, с которыми сейчас не ладятся. Это может касаться как личной жизни, так и просто общения с каким-то конкретным человеком, с которым у вас не ладится, с которым сложности. Обязательно эти отношения наладятся. Главное, вот еще раз карта говорит, загляните внутрь себя, чего вы хотите. И не слушайте никого. Идите к своей цели, добивайтесь своей цели. Вот даже высшие силы говорят о том, что ваша цель, то, чего вы хотите, то, чего хочет ваше сердце, это действительно все по любви, это все от души. И даже высшие силы вам будут покровительствовать в вашем желании. И, возможно, именно этот месяц, ближайший месяц, ближайшее время одно из самых лучших времени, когда именно идут вот эти замечательные перемены в вашу жизнь. И поэтому все мечты, все, что вы, возможно, хотели воплотить в эту жизнь, но всегда боялись, либо вас кто-то останавливал, либо что-то держало, идите к своей цели. Прислушайтесь к себе, к своим ощущениям. И расклад говорит, однозначно вы будете счастливы, особенно для тех, кого волнует личное отношение. Смотрите, здесь даже а из-за дети. Может быть, ваш вопрос касался непосредственно рождения ребенка, семьи. Однозначно здесь ожидает успех. Обязательно все будет прекрасно. И дети также будут вас радовать. Здесь и так могут говорить эти карты. Ну, вот такой сегодня расклад. Я очень надеюсь, что расклад дал вам подсказки. Дал вам советы, возможно, как действовать по вашей ситуации. И очень надеюсь, что этот расклад был полезен для вас. Пишите, оставляйте свои комментарии. Для меня очень важна ваша обратная связь. Также я очень благодарна за все ваши теплые слова. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Я всегда читаю. По возможности ставлю сердечки. Но, знаете, это обмен энергии. Это обмен энергии между нами. Ну, а также ваша помощь в развитии канала и ваша благодарность с высшим силам за то, что они дают вам информацию и знания. Будьте любимы и счастливы. Я прощаюсь с вами. До новых встреч и до новых раскладов. Всего вам доброго, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok